Грушинский – визитная карточка Самарского региона и при этом фестиваль всероссийского уровня. 42-й по счету собрал более 30 тысяч гостей. География – от Сибири до Петербурга. И приезжают на Грушу в первую очередь за атмосферой, единением и дружбой. Вырваться из нашего маленького городка, приехать к вам на большую поляну, с которым мы встречаемся со многими друзьями, можно так сказать. Мы очень рады за то, что груша процветает. Гости из Татарстана на Грушинском уже 20-й раз уверяют, в этом году фестивальная поляна изменилась и стала гораздо интересней. Новое не только спортивное развлечение и возможность проверить себя на готовность к труду и обороне, но и непривычная для бардовского слета музыка. Тамара Гварцители первый раз выступает на таком фестивале. Для поклонников музыки эстрадной и шансона она исполнила не только хиты, но и песни на грузинском языке. И сама же аккомпанировала. Такой не фарма для Грушинского гости восприняли на ура. Говорят, здесь главное, чтобы песни были от души. А жанр может быть самый разный. Она тоже органично вписывается сюда. Обратите внимание, она поет песни о Куджаве. О Куджаве кто? Один из кумиров данного фестиваля. Кто хочет себя высказать, всегда найдет здесь своего слушателя, своего зрителя. Строчки из песни Булата Акуджавы как нельзя лучше передают атмосферу этого места, считает и председатель областной общественной палаты Виктор Сойфер. После дождичка в небесах просторный. Голубей вода, зеленее медь и так далее. У Акуджавы есть такая песня. Здесь всегда просторно и на душе хорошо, и дождик всегда бывает. Что фестиваль объединился, это очень хорошо. И главное, что объединились люди. Виктор Сойфер при любой возможности старается приехать на фестиваль. Ведь он лично знал Валерия Грушина. Учился с ним в одной группе в Куйбышевском авиационном институте. Подвиг исполнителя бордовской песни Валерия Грушина, героически погибшего, спасая тонущих детей в Сибири, останется вечно жить в сердцах и памяти десятков тысяч людей, ежегодно приезжающих на Мострюковские озера. Марина Кравцова, Константин Головин. События.